Зима не устает преподносить нам погодные сюрпризы. Смотреть надо не только под ноги. Особенно опасны в настоящее время крыши и карнизы, украшенные гирляндами, в кавычках, из ледяных сосулек. Мы с вами проехали по городу, в общем-то, посмотрели, как обстоят дела с так называемой проблемой сосульки на сегодняшний день. Эта проблема не нова, она существует, в общем-то, каждую зиму. И, конечно же, это, я считаю, одно из основных проблем. Где-то можно не почистить снег, это может быть не так страшно, а вот упавшая сосулька, да еще попавшая на голову ребенка или гражданина города, конечно, это очень и очень неприятно. Поэтому на сегодняшний день вот хотелось бы обратить внимание как и должностных лиц, которые занимаются данной проблемой, так и, в общем-то, и граждан, чтобы они посматривали, где они идут, чтобы они взгляд бросали, в общем-то, и наверх, а что над ними находится. Потому что обеспечение собственной безопасности – это тоже, в общем-то, немаловажный вопрос. Расклеенные бумажные объявления, предупреждающие об опасности сосулек и ограждающие ленты – это лишь меры предосторожности. Применяемый арсенал защиты чаще всего недейственен, люди их попросту игнорируют или не замечают. Организации города проводят ряд работ, чтобы обезопасить население от возможного несчастного случая. Так, КОСы ежедневно проводят мониторинг, собирают данные и передают соответствующие организации, их руководителям, и таким образом пытаются решить проблему сосулек в городе. По выявлению главы нашего округа, Рычкова Евгения Евгеньевича, была проведена работа по выявлению фактов образования сосулек на домах, учреждениях, магазинах. То есть было выявлено большое количество сосулек, со всеми руководителями предприятий была проведена либо устная беседа, либо выписаны требования по устранению нарушений административного законодательства Владимирской области, в которых был указан сам факт нарушения и сроки. И пусть никто пока не пострадал, все-таки ждать свиста пресловутого рака на горе не стоит. Пока мы с начальником Муромского отдела госинспекции объезжали город и любовались нависшими над головами прохожих и детей сосульками, где-то во дворах работала серьезная техника. Я хотел бы обратиться к должностным лицам, к КОСам, к должностным лицам, работающим в КОСах, но обращать внимание и выделять приоритеты. Понятно, что все везде сразу в один момент очистить невозможно, но нужно выбрать приоритеты и нужно, чтобы все-таки техника работала там, где крайне необходимо. А пока службы расставляют приоритеты, жители Мурома должны сами подумать о своей безопасности. Чтобы не попасть под обвал сосулик, при движении вдоль зданий следует идти на безопасном расстоянии от стен, не ближе 3-4 метров. Периодически по ходу движения осматривать карнизы крыш, обходить опасные места. Береженого, как говорится, и Бог бережет.